Всем привет, друзья! С вами Квант. Продолжаем играть в Mountain Blade Warband. На прошлой серии мы остановились на том, что Ярл Кеннемера нам сказал, чтобы мы решили вопрос с земельным участком в монастыре Виллиброд. Мы решили его в пользу крестьянина, тем самым провалили задание Ярла, и нам теперь нужно вернуться к нему и отчитаться, сказать, почему мы так поступили. Далее, ребятки, у нас было задание с рабом, которого мы присоединили себе, но теперь у меня его нет. Мне пришлось перепройти снова до этого момента, потому что я зафейлил. В общем, просрало вторую серию, не сумелось она у меня записаться, и сохранения пропали. В итоге пришлось перепройти немного до того же самого момента. На самом деле, недолго слишком времени заняло, и чтобы вы понимали, небольшие несостыковки. У меня уже был топорик нормальный, который мы купили, заработали денег, теперь у меня его нет. Но у меня есть пока погнутый посох, я вступил в поединок с ворами 4 против 1, сумел кое-как одолеть их, и теперь забрал посох и метательное оружие временно. И у меня небольшие сбережения есть. Теперь мы направляемся к Ярлу, и там уже будем выполнять, вернее, отчитаемся, и будем продолжать выполнять, скорее всего, далее его задание. Также по поводу имен, которые я просил, чтобы вы мне написали, предлагали много хороших вариантов. Но, ребят, я все-таки решил остановиться на том, давайте кванта оставим квантом. Но после того, как мы пройдем первую главу, то есть до момента, когда нам нужно будет уже уходить из этих земель, из земель Дора Стада, там Фризия, как называется, кажется, да, Фризия. Вот, как только нам надо будет уходить из этих земель, мы кванту придумаем дополнение к имени, что-то типа, в общем, все будет зависеть от того, от его поведения. То есть, либо он будет справедливый, либо он будет мужественный, либо он будет глупый, типа, Ивар Бескостный, Бьерн Железнобокий, и все в таком духе. Думаю, будет нормальное имя для нашего викинга, тем более, там написали, что норманы это франкские викинги, которые оттуда пришли, якобы. В общем, различные интересные варианты предлагали Роло, но Роло, вроде, это был брат Рагнара, по крайней мере, по фильму, не знаю, как на самом деле было. Я историю не сильно глубоко изучал, чисто смотрел сериал по викингам. В общем, как-то так. Хорошо. Нам что нужно сейчас здесь? По идее, нам сейчас этот город не нужен, нам надо двигаться дальше, надо добраться до Кеннемера и сдать уже задание. Давайте побыстрее туда доберемся. Кстати, кто-то спрашивал, как быстро перемещаться на карте кампании. Ctrl плюс пробел. Я, в принципе, ответил и в комментах тоже. Может, кому было интересно. Хорошо, входим в зал. Кстати, я сразу скажу, что взял задание на поимку еще одного. Так, Ярол. Я возвратился в монастырь и сделал все правильно от вашего имени. Да, я знаю. Монастырь прислал Донца с известием. Они очень недовольны решением их вопроса и винят меня. Они говорят, что все будут знать, что я несправедлив. Будь ты проклят. В общем, он крайне недоволен. Я не знаю, лицо оставил таким же или нет, но вроде примерно хотел сделать похожим. Ого, господин Всезнайка. Справедливость – это, конечно, хорошо, но этот мир не признает справедливость. Эта земля была не важна, но нужны были хорошие отношения с монастырем. Не расстраивайте меня снова. Хорошо. А как насчет нашей сделки? Могу ли я присоединиться к поискам Свена? Не сейчас. Теперь я хочу, чтобы ты сделал кое-что еще. Чтобы доказать свою значимость на этот раз в качестве воина. Существует фрисский мятежник по имени Теодерт. Его называют... Он вызывает у меня головную боль. У меня нет времени этим заниматься. Займись ты им. Хорошо. Он нам дает 1400 золотых монет, чтобы мы наняли 15 бойцов. К нам в отряд наняли. Хорошо. Что ж, удачи. Теперь нам надо нанять 15 бойцов. Ладно, погнали дальше. Я, в общем, взял еще одно задание у управляющего форта этой деревни. Чтобы мы нашли стражника с людней, кажется. Да, вот так. Поиск новобранцев. А, подожди. Мы теперь уже можем нанимать новобранцев. Он отправил письмо всем в этой фракции, чтобы мы спокойно могли нанимать новобранцев. Хорошо. Кто у нас появился в отряде? Четыре. Прекрасно. Давайте теперь имущество... Не имущество, а персонаж. Лучше наши навыки. Кстати, у меня вопрос по поводу мощного выстрела. Стоит ли вообще набирать... Вернее, мощный выстрел выкачивать. У нас викинги это хорошие лучники и хорошие мечники с щитами. Но лучники у них тоже классные были. Стоит ли набирать, я не знаю. Вернее, стоит ли качать мощный выстрел, пока не знаю. Поэтому давайте пока на мощный удар упор сделаем. И одноручное оружие. Если мы найдем хороший топор, нормальный щит, то первое время мы себя нормально будем чувствовать. Ладно, погнали теперь набирать христианских. И, кстати, их надо окупать. Надо теперь сражаться со всеми ворами, которых мы встретим обязательно. Иначе смысла не будет от них, того, что мы их набираем. Опа, на кабан! Ну-ка, сохранимся на этом моменте. Давайте попробуем сразиться с кабаном. Ребят, кто не знал, тут можно охотиться на кабанов. Если... Блин, у меня же нет нормального оружия против кабана. Ну, кроме вот метательного. Я не знаю. Да ладно. Серьезно? С одного выстрела кабан убивается? С камня. Походу, по нему надо просто попасть и все. Нормально. Кабанятина. Круто. Берем, конечно. Я не взял, что ли, кабанятину? Я не взял кабанятину. Вот я и... Да. Кабанятина это было круто. Это было офигенно. Его можно было, во-первых, накормить собаку. Тут можно нанять собаку. Так, берем добровольцев. Вы потеряли 20 золота. Хорошо. Взяли еще кого-то. Язычникам здесь не радуем. Так, нам бы встретить какие-нибудь отряды, чтобы уже начать с ними сражаться. Желательно нордские отряды. Чтобы можно было взять у них топоры, щиты. Было бы офигенно. Давайте в Дорехэмс прогуляемся. Туст опана. Вот они, вот они отряды. Франкские воры. Именно они нам нужны. Сохранимся на этом моменте. Главное, еще раз не зафейлить. Надо забирать трофеи обязательно. Сдавайся или умри. У нас теперь достаточно воинов, чтобы с ними, наверное, справиться. Кстати, я, наверное, пока метательным буду, если что, оружием пользоваться временно. Пока у нас не появится топорик или меч нормальный. С щитом. Или без щита. Хотя бы, чтобы можно было блокировать. Тогда будет нормально. Так, где наши враги? В той стороне они откуда-то идут. Ну, в принципе, с Саксом, с этим ножом, тоже он очень быстро бьет скорость атаки. Единственное, блокировать ничего не можешь. Но скорость атаки крайне высокая. И можно даже не давать ударить. В общем, я немного потренировался в боевой системе этой игры. В общем, с каждым разом все опыта больше и больше. Это радует. И единственное, мне сказали еще с копьем. С копьем можно тут хорошо сражаться. Вот с таким посохом огромным у меня совсем ничего не получается. Раз удар. Два удар. Так, Сакс взял. Раз. Два. Раз. Видите, он не успевает. А, он тоже с Саксом, кстати. Раз удар. Два удар. Нет, добей же ты его. Давайте, ребятки. Мы справимся. Все, нормально, справились. Я надеюсь, сейчас топорик или щит какой-нибудь себе заберу. Так, у нас потерь нет. Прекрасно. Два вора захватываем в плен. Приказа делить трофеи как положено. Можем сами первые трофеи посмотреть, но так у нас будет падать боевой дух. Мы сразу... Ох, нифига себе. Вы посмотрите, какой шлем. Офигенно. Это на продажу. Щит. Очень четкий щит. Берем тебя. Все, теперь этот на продажу сразу. Он 28.10. Хорошие. Очень хорошие. Это сразу на продажу. 26.8. Это может быть какому-нибудь союзнику отдадим, а это на продажу. Неплохо. Весьма неплохо. Так. Сохраняемся. Идем дальше. На воров. С ворами мы тоже должны справиться. Если догоним, конечно. Надо окупать теперь. Точно всех, кого мы наняли, надо окупать. То есть мы должны деньги зарабатывать. Я тебя тоже не боюсь. Я думаю, мы с тобой тоже справимся. Кстати, ухудшаются отношения с преступниками. С разбойниками всевозможными. От минус 18 стало уже минус 21. Это тоже, оказывается, здесь влияет. Так, смотрите. Палка с веревкой, которая метает камни. Нормальное оружие. Они вдалеке на самом деле. Так, мои чуваки бегут. Бегут. Все хорошо. Я, кстати, хотел научиться вот этому построению сложной формации. Шеренги. Лучшие воины впереди. Стена щитов. Воины со щитами спереди с длинными оружием позади. Клин. Лучшие воины по фронту. Каре в произвольном порядке. Шеренга. Давайте попробуем шеренгу. Ф4. Недостаточно воинов в группе. Пять застрельщики, чтобы сформировать ряды. Хорошо. Надо больше воинов, чтобы в такие ряды сформировать. Я понял. Будем набирать больше воинов. И тогда уже пробовать. Так. Это как арбалеты работают, походу, да? То есть заряжается. Я просто, ребятки, сейчас пока тренируюсь различными метательными, неметательными. Эти тоже можно будет использовать вместо луков. Почему бы и нет? Сейчас мы возьмем свое оружие и добьем. Ну все. Победа. Молодцы. Мои воины. Сколько их? Пятеро теперь пока. Видимо, одного убили, к сожалению, да? Нашего. Или нет? Не обратил внимания. Ну да ладно. Так, показать снова сбор трофеев. Эти, естественно, 27 у нас. Да, такой же. Этот 13, у нас 16. Все. Остальное на продажу. Можно сразу прогуляться к городу. Так, камни, кстати, можно посмотреть. Тут у нас плюс один к урону. А тут есть такой? Да, тоже есть. Хорошо. Пока все отлично идет. И плюс деньги у нас также зарабатывается. Давайте в город, может быть, получится какой-нибудь меч или топорик взять уже. И дальше будем нанимать отряды. Кстати, да. Так, секунду. На рынок. Продавцу оружия. Да, к нему. Так, это мы себе оставляем. Все остальное продаем подчистую. Пока мы со своими воинами будем делиться, естественно, всем. В будущем, может быть, если у нас прям много будет вещей, когда нам уже не нужно будет, у нас хорошие будут. Ой, нифига, смотрите, ребята, что есть. Закаленный короткий меч. В общем, я имел в виду, что мы будем, чтобы поднимать боевой дух нашего отряда, отдавать им все трофеи в будущем. Пару раз попробуем. Так, насколько увеличится, кстати. Требует силы. Всего лишь 6-5 тысяч стоит. У нас 1850. Закаленный короткий меч. Он бы мне очень подошел. Прям очень-очень. 1159. Нельзя использовать для блока. Это тоже нельзя использовать для блока. А вот это можно. Офигенный меч. Я не знаю, сумею ли я. У меня был тяжелый длинный топор. С 32 урона. 800. Вот его теперь я могу взять спокойно. Вместо своего. Давайте возьмем. Сакс я продам. Чтобы он мне не мешал. Изорванные простые гамбезоны. 92 всего лишь стоят. Вы заплатите 600. Вот беру. Ладно. Назад в меню. Мы взяли хороший топор. Теперь можем нормально сражаться. Сохранимся на этом моменте. И пойдем искать дальше. И заодно, кстати, нанимать новые... Подожди. Надо было забежать в таверну. Ну не таверна. Тут медовый зал, он кажется, называется. Попробовать посмотреть посредника. Посредник есть? Стражник. Нет, посредника нет. Хорошо. Двигаемся в эту деревню. Нам просто надо пленных своих тоже сдавать. Чтобы они просто так... Так. Купить скот. Войти в центральную площадь. А почему здесь нет для найма никого? Вернее, сразу пообщаться нельзя ни с кем. И нам все еще нужны враги. Здесь тоже. А, вот поиск новобранцев. Есть такой момент. Хорошо. Взяли. Вот в этой деревне в прошлый раз я находил мужика, стражника, который скрывается с лютней. Может быть, здесь так же получится. Хорошо. Есть. Сколько у нас в отряде народу сейчас? Восемь. Восемь человек. Неплохо. Кто у нас вообще? Давайте посмотрим. Копейщики с щитами. Ты кто? Вольник. И копейщик. Этого, наверное, чуть выше поставим. Вот так. Хорошо. В деревню зайдем. Поищем стражника на центральную площадь. Достаточно спросить любого христианина, может ли быть здесь этот стражник скрываться. И он должен, по идее, сказать, что вроде ходил. Вы видели стражника и при нем лира? Коль он скрывается в нашем городе, вы обязательно найдете его, если осмотритесь. Блин, нет. Как-то по-другому ответила. Возможно, в этой деревне сейчас нет. Я вот не уверен, всегда ли они в одной деревне спаунятся или всегда в разных. Сохранюсь я на всякий случай, потому что он все-таки серьезный. В прошлый раз он у меня скрывался за домиком, за этим. В этот раз его тут нет. Потом второй раз, когда вот зафейлил вторую серию, он у меня скрывался возле причала. И, кстати, тут может быть еще собака. У нас есть? Нет, да? Возле причала тоже никого не вижу. Ну, в общем, дома надо обойти. Искать надо этого мужика. В общем, кто не понимает, о чем я, у меня есть задание. Управляющий форта Искеннамера просил вас вернуть ему украденную вещь Лиру. Она украдена каким-то стражником, и этот стражник скрывается в одном из пяти деревень. И его, по идее, надо ходить по всем деревням искать. Ну, как бы два раза подряд в этой деревне я его находил. Надеюсь, в этот раз он тоже где-то здесь прячется. Он реально похож на стражника. Стоит с копьем и со щитом, готовый к бою. И его, в принципе, можно даже издалека узнать. Слишком много бегать не будем. Попробую я сейчас еще одного деревенского спросить. Видели? Нет. Отвечают они по-другому. Похоже, в этот раз не в этой деревне. Придется, значит, другие деревни тоже оббегать. Давайте за этим домиком также посмотрим. Если нет, то, значит, двинемся дальше. Можно, кстати, к старейшине подойти и посмотреть. Может, какие-то задания интересные есть для нас. Может быть, там наим раба. Так, старейшина. Видели? Нет, он также отвечает. Хорошо. Может, помочь чем-то? Ничем не нуждаются. Ладно. Ну, ходим тогда отсюда. Значит, другую деревню пойдем спрашивать. Какие деревни у нас еще? В лес Инге. Там какие деревни участвуют? В лес Инге Терп. Так, в лес Инге не участвует. Доре Хэмс. Вот эта деревня. Погнали туда. Может быть, там он скрывает. Стоп. Кабанчик. Сколько вас? Блин, успею? Нет? Догоню? Походу. Да. Догоню. В этот раз я не должен оплошать. У меня есть стрелковое оружие. Оказывается, стрелковым оружием легко они убиваются. Я до этого пробовал не стрелковым оружием, а топором против него сразиться. Но оказывается сложно. Топором он прям выносит. Вон он, кабанчик стоит. Все, нормально. Так, вот. С него 8, плюс 8 боевому духу отряда. Неплохо. Но такая охота, блин, мне не особо доставляет удовольствие. Было офигенно, когда я не знал про этот способ и охотился на него топором, когда он на меня мчался. Так, воры. Давайте с ними тоже сразимся. Нам сейчас деньги нужны и нам надо реализовывать наши войска, чтобы они себя окупали. Эй, мы что догнать не сможем тебя? Походу нет. Ладно, в Дорахэмс тогда. Упустили. Войти на центральную площадь, попробуем здесь поспрашивать крестьян. Может быть, здесь прячется наш стражник слютний. А тут нет никого, слушай. Только у старейшины придется спрашивать. Но по ответу их можно сразу поднять, в этой деревне он или нет. И сразу мы двинемся отсюда. Хотя бы со старейшиной поговорим. Нет. Еще раз, но сомневаюсь, что вы столкнешься с ним ночью. Вам... А, ночью вряд ли столкнемся с ним. Я понял, то есть надо дня дождаться. Помощь какая-то нужна? Опа-на. Один из наших рабов. Я найду его и верну. Хорошо, может быть как-то улучшим. В этот раз я, наверное, раба сдам. Будем искать тогда убежище. Раба, где-то рядышком должно быть. Воры. Давайте воров тоже догоним. Нам нужно реализовывать свои войска прям хорошо. И потом до фермы добежим, чтобы попробовать туда сплавить наших пленных. Вот, ребятки, смотрите, у меня какие войны. Мощные уже. Один застрельщик. С метательным. Ты у меня с чем? Ты тоже, видимо, камни просто кидаешь. Хорошо. Теперь зато у нас есть топорик. Двуручный. Двуручное оружие тоже надо качать. На простых войнах я буду как раз тренировать двуручное оружие. А на более серьезных с щитами тоже буду доставать щит. Так, ну... Я думаю, мы с ними очень быстро справимся. Я хочу посмотреть, как отлетают головы. Раз удар. Два удар. Раз удар. Два удар. Все, справились. Не получилось показать, как отлетают головы, но я думаю, мы это еще увидим. Хорошо. Грабитель еще один. Захватываем в плен. Разделить трофеи поровну. И это все на продажу пойдет. Так, у нас 1074 золота. Ну, потихоньку уже окупаются наши войны. Это хорошо. Погнали в ферму. Попробуем сдать туда наших пленных, если там принимают. Нет, не принимают, ребят. Надо вернуться, кстати, днем. У нас рассвет. Где-то убежище должно быть раба. Где оно? Вот оно. Давайте туда сначала прогуляемся. Выследим этого раба. Немножко потормаживает, когда я быстро перемещаюсь по карте компании. Поэтому не всегда люблю это делать. Но если слишком длинная дорога будет, то придется все-таки. Локации большие. Бегать приходится долго. Ладно. Так, почему ты сбежал? Мой хозяин начал сбивать меня сильнее, чем обычно. Меня мало волнует твоя судьба. Следуй за мной. В этот раз мы его вернем. Рабы все-таки слабые в бою. Поэтому от них большого толка нет. Где мы его взяли? Вот здесь задание. Так, кто у нас король? Из конных терпит поражение. И кутрит из Уэссекс терпит поражение. Войти на центральную площадь. И в этот раз как раз мы спросим. Наверное, уже утро. Крестьяне тут бегают? Да, крестьяне уже ходят. Это хорошо. Значит, и найти сможем кого-то, если он тут есть. Ну-ка, крестьянка, подскажи нам, ходил ли тут стражник. Вы обязательно найдете его, если осмотритесь. Нет, походу, его в этой деревне нет. Но зато мы сдадим сейчас задание. И улучшим тем самым отношение. Может быть, сможем нанять кого-то. Бродячие собаки тут нет. Враги не беспокоят? Нет. Помочь чем-то тоже не надо. Ладно, уходим. Бродячие собаки должны быть в деревне. Вот в этой, кажется. Давайте туда прогуляемся. Бродячую собаку тоже. Добровольцы тем более. Центральная площадь. Так, собака тут, кажется, должна была быть. Хотя могу ошибаться. И надо сразу крестьянина спросить по поводу стражника. Нет, его тут тоже нет. Хорошо. А по поводу бродячей собаки только старейшина знает, да? Нет, не про это я хотел спросить. Бродячие собаки. Да, шаталась тут одна собака. Надо будет нам ее сейчас найти. Тем более у нас есть кабанятина. Мы ее сможем накормить. Где только собака-то бегает? Вот в чем вопрос. Так, на пристани нет. Обычно они там бегали. Тут тоже нет. Блин, по всей деревне приходится искать. Это не есть хорошо на самом деле. О, смотрите какой хряк. Блин, вон там собака, кстати. Хряк мощный. Вот бы его тоже можно было забрать. Так, по-тихому. Ночью. Пока никто не видит. Во, да, хорошая псина. Чего? А у меня же есть тебя чем накормить. Или ты... Блин, неужто надо покупать. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Не уйти. Там, кстати, хряк был еще один. Мы его, может быть, успеем. Так, заходи. В деревню. В деревню зайдешь? Нет. Что не так? Встретиться с лидером. Вернее, купить у населения... Мясо надо купить у населения, чтобы накормить... Я не знаю, вяленое мясо кушает песик или нет. Почему он свинину не кушает? Нормальный же кабанятина. Соль, соль. Ладно, вернемся мы, значит, к этому печку, когда у нас будет колбаска или еще что-нибудь подобное. Упустили. Упустили кабана. Так, куда нам дальше двигаться? Какие еще деревни? В Кеннемере. Давайте туда прогуляемся. Стоп. Франкские воры. Две штуки. Они хорошие, ребята. Шесть. Ух, сколько тут у вас, ребятки. Обычные воры. Обычные воры. Нас интересуют франкские. Даже со всеми вами, я думаю, мы попробуем сразиться. Если успеем. Если сумеем догнать. Мы догнать не можем, слушайте. Франкские воры. Обычные воры. Это, видимо, из-за того, что у нас пленных много. И мы плетемся из-за этих пленных. Хорошо. Давайте в Доро Стар сначала попробуем там посмотреть посредника. Если он там есть. Если нет, то пойдем уже сдавать соляные шахты. Медовый зал. Стражник. Веселая вдова. Здесь его нет. Идем к посреднику. Соляные шахты. Вернее, не к посреднику, а сдавать в соляные шахты. Опа-на! Логово разбойников. Значит, мы сможем взять... Кабанчик. Стоп. Вот, ребят, почему я не люблю использовать быстрые перемещения? Ты не успеваешь что-то сделать. Ладно, бог с ним. Осмотреться. Не успеваешь что-то сделать. Поэтому мне не нравится вот быстро перемещаться. Хочется спокойно двигаться. Так, где у нас тут? Начальник. Начальник шахт. Сдадим всех пленных. Потому что они нам сильно мешают. Сколько? 105. Ну, пойдет. Ладно. Нашли логово. Значит, мы сможем у короля взять задание, чтобы шатнуть это логово. А получится ли шатнуть? Вот это уже вопрос. Потому что вряд ли, на самом деле, справимся с этим логовом сразу. Надо бы бойцов побольше нанять. Хорошо. Давайте в эту деревню нанять добровольцев и встретиться с лидером сразу. Нам надо узнать про воина. Хотя лира и воин, слышалось мне кое-что прекрасное звучание. Так вы осмотритесь в поселении. Хорошо. Значит, он здесь где-то. Выйти на центральную площадь. Я путаюсь в меню, я не понимаю. Так, воин, воин. Тут его нет. Там его нет. Там его нет. Вот он, может быть. Похож на воина. Сохранимся. Я возьму сразу свой топорик мощный. Да, это он. Дезертир. Я никуда не пойду, дружок. Без проблем. Придется сразиться. Красиво. Нормально. Жалко, нельзя его меч взять. Выйти на центральную площадь. Купить провианту. Поселение есть у вас какое-нибудь мясо? Нет, ладно. Уходим. Так, задание выполнили. Выполнили мы задание. Давайте, куда нам еще надо? В докингу. Попробуем там набрать новобранцев. Может быть, там найдутся хорошие бойцы для нас. Нам нужно 15. Сколько у нас всего сейчас? 5, 3, 8, 11, да? И у кванта, кстати, повышение уровня. Персонаж, атрибуты. Так, у нас третий уровень. Пока только это маловато. Вкачаем мощный бросок. Мощный выстрел из-за щита и тяжелого снаряжения. У нас мощный выстрел сильно начал хромать. Атлетика тоже. Хорошо. Пока одноручное и в двуручное. Готово. Погнали сдавать задание. И попутно еще набирать войска. И попутно уничтожать еще наших врагов. Бандитов. И, кстати, можно попробовать взять задание налоговое. Я думаю, мы уже сможем справиться. Кто его знает. Попробуем, в общем, как минимум. Если что, я сохранюсь. То есть, мы в любом случае справимся. Залогово хороший опыт дает. Давайте войдем в зал лорда. Если там находится... Нет его. А где он находится, интересно? Здесь спросить не у кого, да? Королевский бард нам не интересен. Уходим. Надо его где-то встретить. Так, войти в зал. Сдадим сначала задание старейшине. Управляющему форта. Так, нам сколько заплатили? 300 золота. Отношение с Кеннером улучшилось на плюс 10. 600 опыта. Хорошо. Может, еще какое интересное задание для меня есть. У одного из местных торговцев очень вырос спрос на соль за последнее время. И она заканчивается. К сожалению, из-за боевых действий в округе последний груз соли был потерян. И он не смог достать соль по приемлемой цене. Может быть, вы сможете получить в ближайшей соляной шахте партии Эдак-5. Слушайте, интересное задание. Да, я доставлю вам соль в количестве 5 штук. Давайте. Давайте. И надо будет к тебе вернуться, да? Хорошо. Давайте спросим, где у нас Конунг находится. Задание есть? Подлый. Слушай, в этот раз ты у нас за подлого, да? Мне бы хотелось спросить, где находится ваш Конунг. В Лес Инге. Ладно, погнали в ту сторону, значит. Уходят. Опа, на поиск новобранцев. Секунду. 114 золота. Набрали. Сколько у нас теперь уже народу? Так. Все верно выставлены. В Лес Инге. Сюда надо двигаться. Погнали. Буду двигаться, ребятки, не сильно торопясь. Имея в виду, не используя быстрое перемещение. Потому что теряешь много возможностей, пока вот так быстро передвигаешься. Франкские воры, к примеру. Четверо. Это хорошо. Это хорошая возможность заработать и наживиться. Пятеро. Но не догоняем, к сожалению. Ярл. Может быть, ты нам дашь? Почему они толпой бегают, интересно? Конунг. Задание есть? Возможно, вы знаете, что мне принадлежит деревня. Нет. С деревнями я не буду вопросы решать. Еще какое-то задание есть. Ладно. Уходим отсюда. Так. Ярл Готрик. Так. Задание есть. Возможно, вы знаете, что мне принадлежит Кеннамер. Терп. Прости. С такими я тоже вопрос не буду решать. Тогда Конунгу. Где наш Конунг? Мы с тобой вроде уже знакомы. Есть задание? Мы слышали, что ватага бандитов устроила себе логов. Да. Вот это хорошее. Я возьмусь за это. И попробуем мы на этом хорошенько поднять опыта и заработать. Упана кабанчик. Сохранимся. Нам кабанчики не помешают. Мы, правда, догнать не можем совсем. Нам срочно надо качать поиск пути. Так. Где наш кабанчик? Надо бы его найти. Я буду использовать тогда метательное оружие пока. Для хотя бы вот таких кабанят. Вон он. Недалеко. Не убегай только слишком далеко, дружище. Мне по тебе всего лишь один раз надо попасть. Не понимаю, перелетает или... Давайте ближе подойдем. Да должен был попасть. Прямо, по-моему, на него летел. Все, попали. Хорошо. Так, кабанчика забираем. Кстати, кабанчика очень достойно стоит. Мы на этом еще и заработать можем. Хорошо. Мы сейчас у нас проблемы. Не можем догнать воров. Где мы? Так, Доростан. По идее, надо вот это логово еще попробовать забрать. И тогда вообще все будет идеально. У нас 14 воинов. Вместе со мной, я так понимаю, да? Так, рынок. Продавец брони. Вот это все продаем. И даже, наверное, одну кабанятину продадим. 101 стоит. Неплохо, я думаю. 159. Назад в меню города. Уйти. Давайте попробуем на логово напасть. Может быть, получится. Так, логово разбойников. Блин, подождите. Надо сохраниться для начала. Потому что, возможно, у нас с первого раза не получится. Хорошо. Ребятки, вы со мной. Все следовать за мной. И слишком далеко не спешите. Вон они. Или пустить их в атаку. Я даже не знаю. Сдвинуться плотнее. Нормально вроде. Они смотрят на тех. Во. Во. Так, одного забрали. Второго сейчас тоже заберем. Упана, тут двое. Я надеюсь, у нас все-таки получится справиться. С кинжалом. Быстрее меня сражается. Хорошо. Двоих забрали. Есть еще кто? Рядышком. Так, тут двое. Ребятки, за мной все. По-тихому только. Лови. Нормально прям по лицу. Упа, на голову сплечь. Круто. Далее. Кто у нас еще тут остался? Их не так много, насколько я помню. Тут можно было даже, наверное, как-то посмотреть, сколько осталось. Так, вы куда смотрите? А, вон там кто-то сверху еще стреляет, да? Ну ладно. Мы сначала сюда, потом уже вернемся к нему. Добьем его там. Или тут нет никого? Тут нет никого. Это плохо. Ты там с кем-то сражаешься? Что-то отстал-то. Вы так устали, что едва можете пошевелиться? Серьезно? Мы сильно устали. Вот наша выносливость, о чем говорит. Где он? Я его не вижу. Где-то наверху, видимо, да? А, вон он. Он очень вдалеке. Ну попробуем метнуть тогда. Раз. Прямое попадание. Да ладно. Смотрите, со второго раза попал. Ну что ж ты попасть не можешь? Походу, к нему надо будет идти все-таки. Ладно. Попробуем добраться. Все, у него закончились припасы. Хорошо. Все? Одолели? Нормально, ребятки. Затащили логово бандитов. Неплохо. Неплохо. Смола. 380. Грубая туника. Блин, туника классно выглядит. Вот это, я так понимаю, да? Но она слабенькая. 15,5. Здесь 28,10. 244. Щит слабенький. У нас по 300. Остальное все слабенькое. Обувь тоже слабенькая. Так, здесь у нас урон 27. Такой же, как у нас. В принципе, тупо, она колбаска. Колбаска нам понадобится. Мы ее берем. Хавчик берем. Так, что тут еще интересного? Рыбку берем. Остальное все на продажу. Так, а это что? Пшеница? Ну, пшеницу тоже тогда возьмем. Вот сюда. Пускай будет. Нам соль нужна. Нам надо в соляные шахты прогуляться. Хорошо, неплохо. Справились. Стоп. Давайте в соляные шахты прогуляемся. Заодно продадим все вот эти ненужные вещи. Так. Главный начальник. Нормальный квантик у нас уже. Прокачивается потихоньку. Но, правда, минуса жесткие. Так. Я хочу купить соль. Сколько тебе надо? Пять? У нас четыре только, да? Сколько они стоят? 173. Почему так дорого? Дубинки все продаем. Это все продаем. Так. Тунику щит тоже продаем. Смотри. Смолуна тоже продаем. Вы заплатите 372. Тут 334. Простите. Так. Изорванные туника 21. Тоже продаем. И у нас почти в ноль вышли. Неплохо. С этого лагеря. Почти в ноль. 17. Заплатим. У них денег нет совсем. Поэтому нам придется лучше заплатить, чем им. Хорошо. Отлично. Но нам не хватает, по-моему. Нам немножко не хватает. Поэтому соль где-то можно будет еще раз добыть. Но мы сейчас все равно направляемся уже в сторону конунга. Сдадим ему задание по логову. Оно, конечно, тоже появится в будущем. Так. Вот конунг здесь. Так. Четвертый уровень. Прекрасно. Повышается до 14. А денежки нам дали? Да. Полторы тысячи. Есть еще задание. В котором вы могли бы мне помочь. Суть в том, что один негодяй. О, офигенно. Давайте еще это задание выполним. Она очень легкая и хорошо повышает уровень золотишка наше. Так. Что за задание? Куда надо было направиться? Выследить вольфа в деревне Дорехэмс. Показать на карте. О, рядышком. Все. Погнали туда. Сколько у нас народу уже набралось? 14. Мы все еще не выполнили задание. Это плохо. Но я думаю, сумеем. Сумеем добраться. Так. Выполним еще это задание. И потом будем уже целенаправленно набирать. Встретиться с лидером. Выйти на центральную площадь. Так. Он прячется где-то однозначно за каким-то домиком. Где-то, наверное, вон в той стороне. Такие задания легко выполняются. Нужно один на один сразиться. Подожди. А тут не в этом ли месте песик-то? По-моему, в этой деревне песик был. А может и нет. Так. Товарищи женщины, пропустите меня. Так. Где домик? Либо здесь. Да. Вот он стоит. Ну что, дружище? Тебя выследили. Тебя заказали. Ты у нас долго не проживешь. Ой-ой-ой-ой. Чуть не опрофанился. Смотри, какой искусственный интеллект умный. Вы видели, что он творит? Я блок нажимаю, он перестает. Неплохо. Неплохо. Хорошо. Вот так, на самом деле, сражаться тут не так-то просто. Хорошо. Так, пойдем сразу сдадим задание ему. Получим наши 600 и дальше будем нанимать. Опа-на, вот они. Это Ярл. Так, ты кто? Ярл Готрик. Но нам твоя деревня нужна. Нам ты сам не нужен. Задание есть? Новых заданий нет. Хорошо. Дай мне в твою деревню попасть. Набрать добровольцев. По-моему, все уже набрали, кажется, нет? 15 нас. Покажите мне, где ваш конунг. Куда он делся? Стоял здесь. Блин, пропустили отряд. Стоп. Кто на нас? Франкские воры в количестве 14 человек. Нас атакуют? Ребятки. Это будет серьезный бой. Не туда смотрю, все ли у нас в порядке. У нас все в порядке. Так, атрибуты. Атрибуты. У нас пятый уровень, кстати. Нам должны были вроде очко дать сюда. Разве нет? Кажется, должны были. Так, здесь у меня мощный бросок. Выстрел не нужен. Владение оружием качаем однозначно. Еще качаем владение оружием. До шестерочки. Лидерство качнем, чтобы слишком дорого не стоило. Мы теперь уже лидеры отряда. Давайте лидеры качнем еще. И здесь одноручное оружие и двуручное. Все, вот так. Мы прям полностью под викингов качаемся. Сохраняюсь еще на этом моменте. И, ребята, делайте ваши ставки. Сумеем ли мы одолеть? Это мощные ребята. У нас бойцы слабее. Но на нашей стороне не искусственный интеллект, а наш интеллект и тактика. Будем надеяться, что мы справимся. Нет, не так. Все... Блин, я путаюсь. Ф2. Все держим позицию. Вернее, все за мной пока. Потом все сдвинутся плотнее. Максимально плотно. Кто у меня тут есть? Стена щитов я могу делать? Ф2, Ф4. Недостаточно воинов пока. Мы пока этими маневрами не можем взаимодействовать. Хорошо. Франкские воины. Уже совсем близко надо было подняться. Мы сейчас будем на склоне вниз. И у них будет преимущество против нас. Это плохо. Надо быстрее подниматься. Надо быстрее подниматься наверх. Чтобы они были ниже нас. Да, ребятки, давайте быстрее сюда. Вот здесь держите позицию. И я пошел их на... Вот здесь. Все. Они на склоне снизу, а мы сверху. Все шансы на нашей стороне. Блин, если я так буду медлить, у меня сейчас всех бойцов перебьют. Давай уже быстрее бей, ублюдок. Все, есть такое. Я профанился. Я смогу всех перебить один? Ребятки, я... Сфейлил очень жестко. Очень жестко сфейлил. Но если я затащу каточку... В принципе... Есть возможность... Есть такая возможность... Затащить каточку. У нас защищен... Нормально. Пока шансы есть. Есть такая... Блин, ребятки, простите, что я в бою не могу нормально комментировать. Вообще не получается. Я сосредоточен полностью на бою. И хочется победить. Поэтому... Тыкаюсь, мыкаюсь в комментариях. Сорян, ребятки, за такое комментирование. Хочу реально победить. И вроде получается. Я, конечно, потерял кучу своих воинов. Но деваться некуда. Их было еще не так много. Но зато я один затащил, ребят. Вот о чем говорит уже... Мои боевые навыки. То, что я... Так. Стоп, стоп, стоп. Ты далеко не убежишь. Я надеюсь на это. Все. Одолел всех один, ребят. Одолел всех практически один. Но потерял кучу... Стоп, нет. Не хочу отступить. А где еще? Стоп, стоп, стоп. Где-то еще один есть. Где-то вот здесь. Я его не вижу. А, вон он. Ну ладно, я с тобой сражусь без проблем. Не торопясь. Спокойно. Раз удар. Все. Теперь мы точно всех убили. У нас шесть убитых, четыре раненых. И четверо сбежало. У нас тоже сбегают. Вражеские потери. Семь убиты, семь ранены. Семь воров захватываем. Да, жестоко. У нас девять воинов осталось из пятнадцати, которые было. В итоге шесть у нас куда-то делись. Кто-то погиб. Но зато, смотрите, сорок защите, сорок шесть. Это кому-то достанется. Двадцать шесть, двадцать восемь. У нас получше будет. Двести восемьдесят четыре. У нас и щиты получше. Ребят, смотрите, сколько мы с этого заработаем. Господи, много. Погнутое боевое копье. Мне, кстати, сказали на копье тоже делать упор. То есть, не забывать, что копье якобы тоже классная вещь. Хорошо, мы это все продадим. Мы это все продадим. И пойдем сейчас мы это продавать однозначно. Давайте в Дорестан пойдем продавать и будем дальше набирать отряды. Нам все еще это необходимо делать. И может быть там посредники есть, потому что... Так, Конунг, мы тебя догоним? Интересно. Должны. Так, что касается задания. Понес заслуженное наказание. Спасибо, Кван, что избавил меня от этой занозы в заднице. Приятно иметь доверенного человека. Спасибо, милорд. В общем, мы получили репутацию, получили деньги и получили опыт еще дополнительно. Еще есть задание? Мне нужно отправить письмо Ярл Готрик. Он, по-моему, здесь как откуда-то. Мы беремся, отдадим ему тоже письмо. В общем, выполним все задания. Есть тут Ярл Готрик. Может, он рядом с ним находится где-нибудь? Хорошо. В Дорестан забегаем. Так, войти в зал лорда. Встать на постой, посмотреть. Так, войти в зал. Что надо сделать? На рынок. Оружие. Ребенки, смотрите, у нас сколько всего на продажу вещей. Так, может быть, мы даже сумеем... Блин, то оружие пропало. Оно было классным. Погнутые боевые копья. Может быть, копье оставить? Пока временно. Так, это можно союзнику оставить. Давайте я копью оставлю. И... И... 284. Щиты. Щиты тоже пока оставим. Пускай будут. Хорошо. 689 мы с этого получаем. У нас уже неплохо. Так, денег накапливается. Назад в меню. Уходим отсюда. И какое у нас еще задание? Доставить сообщение. Нанять воинов. Доставить 5 партий соли. Подожди, а здесь мы можем купить одну соль? На рынок припасов. У нас сколько партий? 4 партии соли. Опа-на. Есть. Есть такое дело. Мы покупаем его. Так, ну, чтобы в минус не уйти, наверное, продадим все-таки эти вещи. Продам я вот это. Пшеницу продам. И рыбу продам. Рыбу тоже продам. Вот так. Так, итого вы получите 154 золота еще с этого. Хорошо. Пойдем сдавать задание. Поиск новобранцев был. Давайте новобранцев наймем. Хорошо. Сколько у нас теперь в отряде народу? Неплохо. Неплохо. 16 человек. Кажется, все. Подождите. Реально кажется, все. Так, ты кто? Готрик. Кажется, ему как раз нужно было передать письмо. Передает вам сообщение. Задание есть? Возможно, вы знаете, что мне принадлежит деревня. Нет, Кеннамер мы не будем трогать. Сам терроризируй своих крестьян. Я не хочу этим заниматься. Погнали в Кеннамер. Сдадим соль. Войти в зал. Так, прогрузилось. Неплохо. Мы, по идее, отряд набрали нужный, необходимый. Управляющий форта. По поводу задания. Собственно, вот соль. Хорошо, квант, я сообщу торговцу. Шестой уровень, 1250 опыта. В общем, таким образом, мы, ребята, уже набрали шестой уровень. Может, еще есть работа? Есть вино. Я искал кого-то, кто мог бы доставить его. Может быть, вы возьметесь? Мне нужно доставить вино в медовый зал поселения. Нет, не возьмемся. Это слишком далеко. Хорошо. Уходим. Посмотрим, что у нас с повышением навыков. Вот. С шестого уровня почему-то. Почему не с пятого, интересно? Один интеллект мы сюда добавим к нам. Владение оружием до семерочки. Убеждение. Нужно ли нам оно? Вот в чем вопрос. И поиск пути я хотел. Но это все-таки навык группы. Можно будет кому-то прокачать поиск пути. А самому не тратиться на эти вещи. Атлетику лучше. Давайте в убеждение, наверное, пустим свои. И повелитель морей, кстати. Навигация. Для чего она нужна? Скорость отряда на море. Это не столь важно. Пока, наверное, убеждение. Тоже пригодится. Это персональный навык. И в одноручное оружие. Все, ребятки. Давайте на этом моменте закончим. В общем, все хорошо получилось. У нас осталось набрать все еще воинов 15 человек. И потом будем выполнять новые какие-то поручения для Ярла. То есть, скорее всего, нам придется сразиться с мятежником. Или наоборот, вступить к нему. Я еще не знаю. Я пробовал сразиться с ним. А вот вступить к нему еще не пробовал. И хотелось бы еще взять Песика. Все, ребятки. С вами был Квант. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться. Сорян, ребятки, за иногда неумелые комментарии. Потому что мне все пока в новинку. И я еще учусь этой игре. Поэтому сложновато комментировать. Ну а так, всем удачи. Всем пока.